99,6 это Финам ФМ, программа Про и Контро в студии Константин Андреев. Здравствуйте, вы парадный, наш продюсер Елена Буцкая и звукорежиссер Евгений Гутров. Спасибо им за этот эфир. Знаете ли вы, что такое котлетоформовочная машина? На первый взгляд смешное такое, да, словосочетание, но на самом деле часть серьезного производственного бизнеса. Сегодня говорим о производстве в России оборудования для пищевой промышленности. Признаюсь честно, что до погружения в эту тему, мне как человеку бесконечно, в общем, далекому от этого, от этой отрасли, оказалось, что в современной России производства оборудования для пищевой промышленности нет в принципе, вообще. Но достаточно залезть в электронную нашу всемирную паутину, чтобы понять, что на рынке присутствует довольно много компаний, которые именно этим занимаются, есть и те, которые производят в России всевозможные аппараты, в том числе вот эти самые котлетоформовочные машины, пельменные машины и прочее, прочее, прочее. А кроме всего прочего, есть целый ряд компаний, которые работают в сопутствующей сфере, например, создает целые комплексы, где в том числе применяется и такого рода оборудование, на котором, собственно, вот, как бы это сказать, попроще делается еда, которую мы с вами едим. Итак, тема сегодня российское производство оборудования для пищевой промышленности, проблемы, перспективы развития отрасли, как всегда говорим об этом. В студии у нас сегодня в гостях гендиректор компании «Автохолод» Евгений Кобзарь. Здравствуйте. Добрый день. Вот, и сегодня по телефону к нам присоединяется еще Вадим Бердников, начальник технического отдела компании «Молпромлайн». Вадим, вы с нами? Да, здравствуйте. Здравствуйте, доброе утро. Два разных представителя, значит, Евгений представляет компанию, которая производит, сейчас попытаюсь коротко и грамотно сформулировать, небольшие павильоны для мелкорозничной торговли, то есть это и магазинчики, и в том числе маленькие кафе фастфуда, да, а Вадим представляет компанию, которая, наоборот, занимается производством таких глобальных вещей, то есть оборудование и технологические линии для пищевой, молочной, кондитерской, вот тут дальше пошли косметической, фармацевтической, химической. Химической, да-да-да. Вот, то есть, ну, я так понимаю, что вы производите некие аппараты, которые могут применяться и там, и там, и там, и там, да, смесители, какие-то миксеры, то есть это, в принципе, речь идет о том, что это какая-то единая, похожая, по сути, структура, но может применяться в разных отраслях. Да, удивительно, конечно, но в одном котле там можно сварить все, что угодно, на самом деле, если добавить некоторые опции. То есть можно сварить сыр, а можно сварить тоник для лица? Ну, не так, можно сварить, например, там какие-то кондитерские вещи или там, а можно сварить там крем для лица, да. Понятно, отлично, хорошо, тогда начинаем. Сейчас вопрос к Евгению, мы уже просто с ним, открою небольшой секрет, мы с ним пообщались немножко до начала нашего эфира. И, как выясняется, не все так хорошо в нашей промышленности, в области производства оборудования для пищевой промышленности. И в том числе вот, а скажите, Евгений, а вы комплектуете свои, например, свои точки, которые вы делаете для продавцов фастфуда? Какими машинами? Чьи холодильники, чьи печки, чье все? Ну, прежде всего, большой респект и уважение моему коллеге, который занимается в очень непростое время, в очень непростых условиях производством пищевого оборудования. Я прекрасно представляю, в каких он тяжелых условиях функционирует, в какая жесткая конкуренция со стороны, фактически, ведущих мировых производителей. У нас ситуация несколько проще. То есть, то, чем занимаемся мы, имеет достаточно локальный характер, его трудно автоматизировать или поставить на какой-то конвейерный поток. И поэтому заказы мы выполняем индивидуально, оснащаем автокафе, киоски, павильоны с достаточно любым, в общем-то, пищевым оборудованием. Можно сказать, что 90% этого оборудования импортного производства, европейских и китайских фирм, американских и так далее. Но что производится у нас? Под брендами иностранными это холодильное оборудование, это холодильники просто обычные. Ну, понятно. То, что касается уже более сложных вещей, начиная от печей конвекционных или грилей, это все импортное оборудование. То есть, в России попытки делать аналоги были на протяжении многих лет, но, к сожалению, достигнуть того уровня качества и в соответствии с цены не удавалось. Почему? Ну, потому что у нас технологии устаревшие, оборудование, на котором это производится, тоже устаревшее. Замена его производится, так скажем, это очень дорого и невыгодно в наших условиях. В основном здесь, в общем-то, играют в основную игру глобальные мировые производители, которые работают на глобальных рынках. То есть, я не знаю таких примеров, когда производители вот именно такого сегмента высокотехнологичного пищевого оборудования смогли выйти на какой-то внешний рынок. То есть, значительная часть оборудования производится в Китае, чуть меньше в Европе, чуть меньше в США. То есть, каждая из них, если делается там конвенционная печь, она распространяется там по всему миру. То есть, мы, у нас рынок достаточно ограниченный, и поэтому здесь производить это просто невыгодно. Вадим, вам есть что добавить в своем сегменте? Да, я практически полностью согласен. Немножко некоторые добавления, как бы, готов нести сейчас. Вносите. Единственная положительная тенденция начинается в том, что у нас сейчас многие металлообработчики, да, крупные различные, значит, стали приобретать лазерную резку, гидроабразивную резку металла, значит, фрезерные станки с ЧПУ там пробивные разные. То есть, на самом деле, качество изготовления оборудования, даже у импортных производителей, у них, на самом деле, очень все просто. У них, в основном, все на кооперации, понимаете? То есть, тот, кто производит, там, Штефан или что, какие-то другие, там, немецкие, там, не важно, там, болгарские или китайские производители оборудования, они, на самом деле, все делают кооперативно. То есть, они на кооперацию дают резку листа, ну, к примеру, да, они на кооперацию, там, дают фрезеровку, там, понимаете, да? То есть, а потом просто собирают у себя и поставляют. Так, а вы занимаетесь всем, всем, всем? Мы стараемся делать все, все, все. Если, допустим, человек просит очень-очень что-то сверхтехнологичное такое-то, да, ну, или сложно сделать руками, скажем так, или, ну, не руками, а при помощи того оборудования, которое присутствует, то мы, конечно, стараемся отдать, допустим, резку металла, там, на лазер, ну, к примеру, да, чтобы детали были красивые сразу, чтобы их не обрабатывать вручную, там, болгаркам или чем-то еще, да? Вот. Ну, стараемся тоже использовать, там, шлюфовальные машины сейчас вот закупили, такие дорогие, значит, вот потом, что у нас? У нас хорошие, нам повезло, у нас, значит, фрезеровщики и токари. То есть, это небольшое количество, скажем так, два человека токара, и один человек фрезером занимается. Если-то они не успевают, мы даем на кооперацию, то есть, используем тот же опыт, значит, зарубежных компаний, да? Вадим, мы сейчас немножко ушли, мы сейчас немножко ушли в такую совсем узкоспециальную технологичную вещь. Я хотел бы все-таки вернуться... Хорошо, да. Могу сказать так, что можно выдерживать, но не всегда качество, понимаете? Правильно вот заметил мой собеседник, что тяжело выдерживать, Евгений, да, что тяжело выдерживать качество производства на уровне импортного. Но уже мы подходим к этому, понимаете? Уже идем. Единственное, что сложности, это в специалистах. Понятно. Да, большая сложность. Об этом, о подготовке кадров мы еще поговорим. Я хотел бы вот, какой вопрос вам задать Вадим сначала, потом Евгению, успеть до новостей рекламы. Скажите, пожалуйста, сколько у вас российских конкурентов, то есть, компаний, пусть таких же, больше, меньше размером, которые производят такой же там спектр оборудования? Таких, как мы, немного... Ну, сколько? Десяток-два? Ну, десяток-два, наверное, да, не больше, потому что основные конкуренты, это те компании, из которых мы вышли. То есть, была компания Агрегат, из нее отпочковалась Агромаш, отпочковались мы, значит, соответственно. То есть, мы начинали с 2003 года свою работу, да, и опыта набирались именно в компании ООНПО Агрегат. Это компания, которая, я так понимаю, еще существует в советских времен? Ну, не в советских времен, но специалисты там набирались именно в советских времен, технологи и т.д. и т.п. Понятно. Скажите, Евгений, у вас много конкурентов? Ну, конечно, есть. Простой пример. По программе правительства Москвы, которая сейчас приостановлена, ушла активно в прошлом году, это замена объектов на корочную торговлю на объекты нового типа, их многие видят, живет в Москве, если обращает внимание. То есть, в этой программе участвовало больше 20 компаний, делали практически идентичные объекты. Ну, нужно было очень много сделать за достаточно короткий срок. Компании, которые могут делать весь диапазон продукций, которые мы выпускаем, их не так много, но, может быть, 5-10 на всю страну. Понятно. А зарубежные, полминутки у нас осталось, зарубежные есть, вы знаете, компании зарубежные, которые такой же, так таким же? Конечно, конечно. Есть компании в Италии, в Германии, мы очень внимательно изучаем. Обычно используем мы их образцы для себя как аналоги и производим то же самое. У нас получается пока дешевле, чем у них. Отлично. Дальше продолжим. Сейчас уходим на новости от программы Pro и Contra. Не переключайтесь. Продолжаем программу Pro и Contra. Говорим про российское производство оборудования для пищевой промышленности и про все, что с этим связано. В первой четверочасовке только начали обсуждать эту тему, начали обсуждать тему конкуренции внутренней, внутрироссийской в этом сегменте и внешней, естественно. Евгений, у меня к вам вот такой вопрос. Сейчас мы за кадром тут обсудили, что в Европе 4 только компании, там 4-5, да, компаний, которые всю Европу снабжают вот этими маленькими выносными магазинчиками и палатками, условно называемыми палатками, павильонами, да? В основном там это на колесах, то есть есть производство киосков, они там очень дорогие, ну, наверное, потому что их каждые там 2-3 года не сносят, наверное, там делают и соответствующим образом размещают в городах. В основном это на мобильных базах, автобусы, машины разного плана, достаточно развитый фастфуд уличный, стритфуд так называемый. Они адаптированы под ярмарочную торговлю и рынки выходного дня европейские, то есть там, в принципе, не так много компаний, да, но вот как мой собеседник говорил, из-за развитой кооперации фактически все это собирается достаточно просто. Нету границ, нету таможней внутри Евросоюза, но не имеет возможность доступа фактически к любому детали, к любому элементу по всему миру. Все это доставляется в нужное время, в нужное место и сборка осуществляется на этих компаниях и все происходит очень хорошо. Высокий уровень проектирования, естественно, достаточно высокий уровень качества. Насколько у нас сейчас это все востребовано, про Европу понятно, насколько у нас востребована подобного рода продукция, потому что понятно, что в современных, там, больших, например, городах, не знаю как, в малых, врать не буду, потому что давно не посещал какие-то малые города. Ну, понятно, что там в Москве, в Питере, в Екатеринбурге сейчас как-то вот эта вот мелкорозничная торговля, так сказать, переживает не лучшие времена, закрываются все эти маленькие магазины. Там в Москве это, да, идет там в том числе борьба под эгидой улучшить лицо города. Я так понимаю, что вы принимали активное участие в этом проекте? Я являюсь членом экспертного совета в департаменте торговли и услуг города Москвы и, в общем-то, с самого начала программа участвовала в ее разработке. То есть, если говорить о России в целом, а есть и такие цифры, то они довольно печальны. То есть, есть официальные данные Минэкономоразвития по рынку мелкорощной торговли на 2012 год. То есть, до 2010-2011 годы количество таких объектов по Российской Федерации уменьшилось на 150 тысяч. Представляете себе цифру? То есть, более миллиона человек осталось без работы. Соответственно... Закрываются предприятия малого и среднего бизнеса. Да. 5 тысяч фермерских хозяйств разорилось, потому что негде им реализовать продукцию. Около 10 тысяч компаний, ну, подобно наших и других сервисных транспортных, тоже прекратили свое существование. То есть, ну, как это обосновать? Государственная политика у нас, в общем-то, слабо проработана. Все это связано с выходом закона о торговле новой, который позволял местным советам фактически формировать схемы размещения, как они это видят, без учета мнений предпринимательского сообщества, даже потребителей, может быть, жителей. Это привело к очень значительному сокращению числа таких объектов. То есть, рынок уличной торговли, уличного фастфуда, который, может быть, в каком-то виде не являлся украшением городов, фактически полномерно уничтожается под разными предлогами. При этом альтернативы, в общем-то, предложено не было. И какого-то разумного, плавного, поэтапного подхода, который бы минимизировал потери предпринимателей, предусмотрено, как у нас часто это бывает, не было. — Вадим, у меня к вам вопрос. В вашем сегменте, вот Евгений говорит, что вот в сегменте его, да, производства, его, так сказать, внимание, вот такая ситуация, все сокращается, сокращается и сокращается. К сожалению, все, большинство моих собеседников, которые приходят в программу «Про и контр» сюда на «Финам.ФМ», как-то неутешительно обо всем этом говорят, такая немножко депрессивная у нас все время получается программа, потому что все как-то не очень хорошо. Может быть, вы скажете, что у вас все более-менее нормально, потому что я посмотрел вот в интернете огромное количество, ну, понятно, откуда еще черпать информацию, огромное количество, по крайней мере, ссылок на каких-то производителей, вот подобно вам, ну, или, так сказать, вы сами подтвердили, что как минимум, да, там два десятка компаний подобных есть у нас. — Ну, они есть, но, понимаете, именно вот, допустим, именно таких, как мы, очень мало, потому что мы разносторонние развитые, скажем так, у нас завод изначально назывался «нестандартного оборудования», понимаете, вот в чем наш подход. За счет этого и выживаем, потому что, на самом деле, вот если касается фермерских хозяйств, то, что Евгений там упомянул, да, то за время, значит, нашей компании я всего одному фермеру делал оборудование, понимаете. — А какое, простите, вы делали оборудование? — А я оболочное делал, сыродельную ванну делал, значит, придумывал ему пресс определенный для творога, ну, по его, скажем так, запросам, да, вот, потом там в ванну длительной пастеризации ставить, то есть творог у него молоко, грубо говоря. Вот у него там две тонны в день он перерабатывал, скажем так, брал молоко на ферме, перерабатывал, продавал, развозил, значит, по домам, как, знаете, вот на газельке разводят с маленькой бочкой, остальное на рынке творогом и, соответственно, маслом продавал. — Понятно. Скажите, но у нас же есть фермерские хозяйства, которые занимаются не только молочным животноводством, да, есть, которые занимаются мясным животноводством. Вы же в этом смысле, вот, кто-то, хотя бы кто, есть крупные какие-то компании, ну, я имею в виду сельхозкомпании, которые что-то там делают подобного рода. Потом я так смотрю, вы же делаете там не только для оборудования, в том числе и там для производства какого-то, каких-то кондитерских изделий, чего-то еще. — Мы делаем для всего. Вот сейчас у нас Газпром не взяли в емкость для лабораторных исследований масла делать. У нас сейчас САПАС взял емкость для выпаривания водку, там, знаешь, ну, там тоже процесс выпаривания там определенно идет. Они нам, конечно, не говорят, просто емкость вот им нужна с такими техническими характеристиками. Мы изготавливаем, понимаете? — Ну, то есть вы живете только исключительно за счет вашей разносторонности. Здесь этот, здесь этот. Хорошо, там ваши коллеги по цеху, российский я имею в виду, как живут, за счет чего живут? — Я не знаю, но в основном живут, мне кажется, скорее всего, допустим, есть компания «Молоконт», она непосредственно мини-цеха различные ставит, понимаете? У них направленность, вот они делают, мини-цеха молочная, и все. У них, конечно, мини-цех, например, выходит в каком-то, ну, в некоторые позиции там дешевле. На чем-то они зарабатывают там больше, там, ну, не важно, там, на каких-то своих аспектах, вот. Но они делают конкретно мини-цеха, у них направленность, у них бренд, и к ним тянутся, понимаете? Я что-то могу сделать дешевле, когда люди узнают, там, часть берут у меня, часть у них. Вот. Но я выживаю за счет того, что у меня разносторонние, скажем так, здесь вот, типа Москве. И я не делаю маленькое оборудование, очень маленькое, да? Допустим, для какого-то фермера, там, маленькую бочку, но я могу ему сделать, но ему неинтересно, у меня цена будет выше, чем именно у специализированных производств, понимаете? Понимаем. Не на много, но выше, там, на 10, на 15 процентов, а это уже критично у нас в стране, понимаете? Ему не нужно качество, ему нужно подешевле приобрести и быстренько там все это размешать и продать, понимаете? Теперь у меня вопрос к вам обоим, ну, с Евгением начнем. Все-таки я хочу вернуться, там, Евгений как-то на более общую тему говорит, выводим на более такие конкретные, да, мне вот интересно, что у нас, что у нас завозится. Вот Евгений говорит, что все, что касается мелкого оборудования пищевой промышленности, то есть вот эти все печи, что там, грили, все, чем оборудуются маленькие точки, могут оборудоваться, да, или небольшие там какие-то ресторанчики торговые, фастфуды, все без исключения практически завозится иностранное. Тем не менее, ну, какая-то конкуренция российская есть в этой области. И к вам потом, Евгений, будет вопрос по поводу того, что завозится и какая, насколько сложно конкурировать с крупными, вот, иностранными компаниями, которые производят пищевое оборудование. Ну, я попробую ответить. Ну, действительно, то, что касается именно высокотехнологичного пищевого оборудования, в основном, это импорт. То есть у нас достаточно много компаний, которые делают, допустим, холодильные витрины, либо какие-то стеллажи и так далее, там, для магазинов маленьких, больших, неважно. То есть это у нас делать научились. Но если углубиться непосредственно в конструктив этих вещей, то достаточно много комплектующих импортного производства. Ну, я не знаю, хорошо это или плохо, наверное, это правильно, потому что если у нас не умеют делать холодильные агрегаты, ну, зачем, в общем-то, мучиться, когда есть широчайший выбор Данфасс, там, французы, немцы, кто угодно, которые делают великолепно эти вещи на потоке высочайшего качества и, в общем-то, по понятным ценам. То есть мы, вольно или невольно, все равно входим вот в этот мировой рынок именно на том уровне, который сейчас представляет собой российское производство или потребители российские. То есть сейчас во многих случаях гораздо выгоднее брать импортную продукцию, потому что, ну, с понятными характеристиками и понятным по цене, чем здесь что-то производить. То есть это не является чем-то сверхъестественным. Другое дело то, что все равно нужно как-то отстаивать вот те ниши, где мы можем еще работать и, в общем-то, в каком-то производственном сегменте. Не говорю, там, авиацию, космос, там, даже в мелких каких-то вещах. То есть это должно быть, ну, в идеале поддерживаться и лелеется нашими государственными органами. Ничего, в общем-то, не происходит. Соответственный результат. Продолжим через минутку и зададим этот вопрос Вадиму Берникову. Спасибо. Программа «Про и Контра» в студии Константин Андреев. Хочу сразу, сейчас сходу полчаса от программы прошло, попросить радиослушателей, если вам есть что добавить к нашей теме, а говорим мы сегодня о российском производстве оборудования для пищевой промышленности. Звоните, пишите нам 65 10 99 и 6 4 9 5 код города. Это наш телефон в студию. И пишите свои замечания на сайт finam.fm на страничку программы «Про и Контра». Может быть, у вас есть какой-то отдельный взгляд на это. Может быть, вы тоже работаете в отрасли, которая занимается производством оборудования для пищевой промышленности. И вам есть что по этому поводу сказать. В студии у нас генеральный директор компании «АвтоХолод» Евгений Кобзарь. И по телефону с нами общается начальник технического отдела компании «Молпромлайн» Вадим Берников. И вот с ним-то как раз я хочу продолжить беседу то, о чем мы начали говорить до ухода на новости. Вадим, насколько сильна иностранная конкуренция и насколько невыгодно или выгодно вам и тому, для кого вы работаете, с вами работать, нежели чем с иностранцами? Ну, могу сказать так. Все зависит от материалов. На самом деле, согласен с Евгением, значит, все мелкие вот такие вещи, там электронные какие-то, там и там грили, там и все остальное, вот ряд вот этого оборудования в основном преимущественно это и импорт. И смысл тут как бы, это очень тяжело поднимать такие вещи здесь у нас. Хотя я думаю, что можно, если взяться, государство будет поддерживать, да. Что касается больших аппаратов, которые мы изготавливаем в основном, то, конечно, комплектующие у нас практически все импортные, даже тот же металл, да, запорная арматура, то есть практически все импортные. Китай, Италия, Испания, то есть здесь вот по металлу, что касается. Что касается по оборудованию, по самому конкретно, да, то, соответственно, конечно, выгоднее купить у меня, это просто выгоднее. Или там у моего конкурента, ну, к примеру, да. Ну, у российского производителя. Да, это в три раза по цене. И что характерно, я вам могу сказать, ну, я не готов сказать за прям высокотехнологичные какие-то производственные линии, там, допустим, детского питания, там, что там супер, если поставить, полностью все было автоматически, с компьютерным управлением, через программатор, да, то здесь, конечно, сложнее. Мини-линии мы научились делать такие. То есть мы берем автоматику хорошую, а в основном используем Амроновскую, да, которая сейчас активно, значит, выпускает аппараты для здравоохранения, понимаете, да, то есть все у них точно, все прекрасно. А сделать, скажу вам так, автоматику, это несложно. Это в основном программист и немножко денег, потому что автоматика с собой тянет автоматические краны, все вот эти вот, и все остальное. То есть стоимость просто возрастает там процентов на 20 общего оборудования на 30, и все. И все равно выходит дешевле, чем импорт. То есть если, ну, пример простой, котел там, допустим, на тысячу литров немецкий будет стоить там порядка 7,5 миллионов, там, от 5 до 7,5, займемся от технологичности, то у меня он будет стоить от миллиона до двух, понимаете, даже от 700 тысяч до двух миллионов. То есть вот разница в цене. Я понял. А будет работать точно так же, понимаете. Потому что делает техническое задание технолог, наш технолог, мы, наши технологи варят, не немцы туда приезжают нам варить, а технологи наши все это производят. И ничем не отличается там этот варочный котел с этой мешалкой немецкий от нашего. Просто и качество изготовления более, скажем так, особенно финишное, понимаете, не столько внутренняя часть, потому что там одно железо. Что мы железо на станке на фрезерном сделали с ЧПУ, что они сделали с ЧПУ. Допуски одни и те же, деталь получилась одна и та же, материал один и тот же. У них просто финишная, скажем так, облицовка и финишное изготовление, шлифовка гораздо выше уровнем. Мы сейчас пытаемся подтянуться. Вадим, я хотел бы вот какой вам вопрос задать. А кто ваши... Вот вы же смотрите, да, на ситуацию. Кто ваш потребитель? Кто потребитель вашего оборудования в России? Ну, вот я вам могу сказать, я от маленьких производств до больших... Ну, в основном. Я как бы, ну, я могу назвать. Ну, заметьте. Не знаю, там, молочный завод Това-Молоко, вот один из крупнейших в России. У нас приобретает оборудование. Николай Кировский молочный завод. Значит, Нижегородский плавленные сыры, это завод, значит, Невские сыры приобретали у нас оборудование в свое время. Значит, Нижегородский малышный завод, как же, господи. Забыл, я сейчас просто мне вот, я в машине нахожусь, так, не в бумаге. Ну, много и больших, и маленьких производств, понимаете, средних. Если по Москве, там и обойная фабрика «Эрисман», немецкие обои, которые производятся, лидер продаж, да, у нас идет. Вот, то есть все берут, и большие, и известные, и неизвестные. И тот, кто начинает, а тот, кто уже работает. Потому что, ну, допустим, у них стоит ряд немецких диссольверов. Они нам дали задание, чтобы у нас движки стояли точно такие же, было вот так исполнено, и мы стараемся это сделать. Но у нас это в три раза дешевле, чем они опять в немцы позднее. Смотрите, почему я задал этот вопрос? Мне очень интересно, вот какой момент. Значит, если вы за цену в 5-7 раз меньше, как мы... Ну, не в 5, в 3, в 5. Ну, хорошо, в 3-5 раз меньше, как мы поняли, да, готовы там поставлять оборудование. Евгений, я так понимаю, тоже, да, ваша продукция, ну, понятно, что у вас и рынок меньше, но тем не менее, тоже за какой-то вменяемую цену. Значит, речь идет о чем? Государство бесконечно говорит, бесконечно говорит о развитии малого и среднего бизнеса. Бесконечно. И вы, и вы, и компания Евгений и ваша компания, Вадим, в состоянии как раз по своим ценам, да, и по своей продукции обеспечивать потребности малого и среднего бизнеса, ну, хотя бы, ну, то есть в той части, которая касается там производства продуктов питания, там распространения продуктов питания и так далее. Вы говорите о поддержке, хотелось бы поддержки государства. Есть какая-то, понятно, понятно, что и вас, и вас, да, должны курировать там Минпромторг каким-то образом, там, Минсельхоз, наверное, отчасти, я не знаю, ну, Минпромторг точно, профильное ведомство, которое должно. Есть какая-то связь у вас с этим министерством? Есть какие-то предложения? Есть какие-то ответы оттуда? Я не знаю, может быть, они к вам приходят с какими-то своими мыслями? Я не говорю конкретно про вас и конкретно про вас. Я говорю про отрасль в целом. Евгений. Ну, слава богу, не приходит. Почему слава богу? Честно, слава богу. Вот не дай бог такого рода поддержки, госпрограммы и так далее. Ничем хорошим это никогда не кончается. Все достаточно просто и известно, используется во всем мире. Просто, ну, мы же живем в открытом пространстве и прекрасно знаем, как стимулируется компания, особенно производстве, особенно, которые связаны с закупкой какого-то высокотехнологичного оборудования, какие льготы и компенсации налоговые или вообще компенсационные есть в странах Балтии, Евросоюзе. Есть программы, если ты покупаешь какой-то станок, то это идет зачет тех же налогов. Либо тебе идет компенсация за высокотехнологичное оборудование, потому что все прекрасно понимают. У тебя развитие производства, у тебя занятость и так далее. У нас таких программ не существует. Никто тебе ничего не компенсирует. А если, не дай бог, у тебя какой-то спад производства или еще чего-нибудь, или ты попросишь какого-то налогового зачета, ну, жди гостей как раз вот от этих помощников. Проверка. С налоговой и так далее. Потому что, ну, мы же очень многие даже мелкие компании, касаемые ведущие работы в таком малом бизнесе, я знаю, перебрались в Финляндию, в Прибалтику, страны, потому что там более высокие налоги, хотя я посомневался. Вот, но там хорошие условия для развития бизнеса. Там реальная поддержка любого небольшой компании, магазинчика, фермы. И если ты, у тебя один, два, три, пять или, дай бог, десять человек работает, то там реально ты чувствуешь себя защищенным с точки зрения всех проверяющих структур, там, и вычетов, и зачетов и так далее. И не ты ходишь, а к тебе приходят. Просто у меня есть партнер, который перевел свой бизнес строительный в Прибалтику, закупил достаточно много строительной техники, к нему через неделю пришли из налоговой инспекции в Риге. Но не с проверкой, а спросили просто вам налоговый вычет сделать или деньги на счет перечислить 50% от стоимости закупленного вами оборудования. Он просто обалдел. Просто вот у нас такое себе можно представить? Вот это реальная поддержка, реальная помощь. Потому что у нас дешевле делать безработных там миллионами, чем помогать тем немногим компаниям, которые еще пытаются что-то сделать. Вадим, вы что на это скажете? Я просто согласен. Пусть они лучше бы не мешали, и все, и слава богу. Вот мое личное мнение. Лучше бы не мешали, и все. Мы будем как-то потихоньку здесь стараться развиваться. Вот не мешали бы и все. Я думаю, что все будет хорошо, потому что мы с каждым годом повышаем качество своего оборудования. Понимаете, специалисты обучаются. Начинали мы, у нас было 10 человек, сейчас у нас рабочих именно там 30. Понимаете, то есть тенденция к развитию-то есть. Есть, соответственно, но слава богу, и вот думаем сейчас 5 лет, когда пройдет, что делать, да? В смысле, что значит 5 лет, когда пройдет? Ну, как у нас обычно, 5 лет проходит, люди меняют это самое. Сферу деятельности? Название компании. Ну, не сферу деятельности, а название компании остается тоже, а все остальное меняется, да? Ага. Вот, то есть, ну, у нас вроде как по белому стараемся, работаем, то есть, потому что тут по-другому не получится. Бренд сейчас регистрируем, соответственно, название. В соответствующих органах, да, чтобы никто больше не смог использовать, а то уже наши конкуренты есть, пользуются этим моментом и вставляют палки в колеса и уже обрушивали сайт, нам пытались один раз обрушить, а второй раз скопировали. Ну, не хочу говорить об этом. Ну, вот смотрите, значит, какое-то развитие все-таки есть поступательное, без поддержки, без, то есть вы только бы не мешали, мы сами разовьемся. Ну, постараемся, по крайней мере, это сделать, понимаете? Вот у меня, например, ну, у нас, скажу так, у нас проблемы больше с землей, понимаете, с местом, то есть, ну, мы, скажем так, арендуем, понимаете? А для того, чтобы выкупить, вот, ну, не надо нам денег, вы нам хотя бы дайте лизинг этот, такого объема, чтобы мы могли взять помещение в лизинг там на 10-15 лет и спокойно там выплачивать, понимаете, мы с удовольствием этим воспользовались. Сейчас вот пробиваем, смотрим, ищем, ничего пока не получается. Ясно. А что касается, вот, налогов, ну, введения последней налоговые наши... Ну, я о налогах даже вообще говорить не хочу. Ну, это уже давно избитая тема, но это налоги, это... Это налоги. Евгений, вы что-нибудь можете добавить про налоги и про... У нас слишком сложная система налогообложения, слишком много факторов, по которым даже идеально работающую структуру можно в любой момент по формальным признакам, там, не вовремя сданной какой-то декларации, блокировка счета. Вот, другого способа нет. То есть, там чуть-чуть где-то задержал по каким-то причинам, блокировка счета, все, предприятие останавливается. То есть, у нас это сплошь и рядом. Никто тебя не спросит, почему, по каким причинам. Покажи убыток, ну, жди гостей. Хотя он реально есть. Ну, это элементарные вещи. То есть, ничего хорошего у нас не светит. Каждый год все усложняется, усложняется, усложняется. А вы согласны с тезисом Вадима о том, что... Что если бы не мешали, то развитие было бы... Шло бы. Ну, сейчас уже не совсем так. По крайней мере, тот рынок, на котором мы работаем, он очень сильно зависит от политики и государственной, и местных властей. Больше даже местных властей. Потому что есть регионы, где те же самые процессы, ну, и сокращение, и улучшение происходят, ну, как-то в более-менее логичном ключе. И здесь, к сожалению, уже недостаточно просто не мешать. Нужны уже реальные рычаги для того, чтобы все-таки спрос регулировать и помогать. О том, какие рычаги, поговорим сразу после новостей. Программа «Про и Контро» возвращаемся. Последняя четверть часовка. Тема у нас сегодня российское производство оборудования для пищевой промышленности. Как мы выяснили, не все так радужно. И в этой области тоже. Хотя могло бы быть. И закончили мы предыдущую четверть часовку на том, что все-таки надо каким-то образом... Евгений Кобзарь сказал, что надо каким-то образом все-таки государству помогать российским производителям. Я хотел бы этот вопрос задать Вадиму Берникову, начальнику технического отдела компании «Молпромлайн». Вадим, как по-вашему, что надо делать? Чем помогать государству, если помогать? Ну, я думаю, что снижением каких-то налоговых ставок, там, я не знаю, помощью в приобретении высокотехнологического оборудования. Для вас? Ну, конечно, для нас, для развития. Вот, в принципе, все, на самом деле-то. Ну, вот с помещениями, чтобы... Я не знаю, организация, реклама, чтобы, опять же, помощь рекламе, я не знаю. То есть, конечно, это... Это мы должны сами рекламировать себя, то, что мы и делаем, на самом деле. Но мы делаем только это в интернете, больше, скажем так... Ну, то есть, получается, что все. С другой стороны, смотрите, вот Евгений говорит, да, вот на Западе, ну, и вы наверняка это знаете, вот на Западе компания такая, которая приобретает для себя оборудование, да, какое-то высокотехнологичное, получает налоговое послабление или возврата каких-то денег. Я хочу вот встречный вопрос задать. Если бы, вот давайте представим ситуацию, если бы потребитель вашей продукции, то есть, там, я не знаю, молокозаводы, фермерские хозяйства, пусть небольшие, да, которые там что-то производят на вашем оборудовании, получали бы от государства возврат денег за то, что они вашу продукцию приобретают, ваши, ну, ваши, там, я не знаю, что, станки, ваши какие-то аппараты, это каким-то образом на вас сказалось бы на вашем производстве? Ну, я думаю, что да, конечно. Евгений, вы что думаете? Да, это стимулирование спроса классическое, можно по разному пути идти. Ну, в Китае, допустим, простой пример, то есть, если компания получает контракт импортный, то она имеет право на беспроцентный кредит на сумму этого контракта от государства, который необходим для производства какой-то продукции. Но мы не говорим сейчас о том, что мы выходим куда-то на мировые рынки. А это неважно. Эти условия можно использовать внутри страны, ведь у государства достаточно много денег, которые непонятно куда расходуются, и, в общем-то, даже дело не в деньгах. То есть, может быть, не помощь, может быть, пониженные процентные ставки по кредитам и так далее. Потому что ретаминность любого производства это не 30, не 40, не 50 процентов, это 5-7. То есть, это надо тоже понимать. И это люди, это занятость, это большие помещения, это станки, оборудование, и то, что нельзя там все бросить и куда-то там спрятаться. То есть, это понятная, в общем-то, совершенно во всем мире предпринимательская деятельность. То есть, у нас... А что у нас происходит? У нас, допустим, увеличили в два раза налог с индивидуальных частных предприятий. Результат. Там 250 тысяч прекратили свою деятельность. Что, казна получила больше денег? Нет. И у нас почему-то в последние годы действия именно такие. Во-первых, без обеления войны обычно это происходит. Так за полгода, за три месяца узнаешь, что опять очередную какую-то пакость готовят. Даже если тебя непосредственно это не касается, то это касается тех людей, на которых ты работаешь. Потому что это наш клиент, это индивидуальные предприятия, небольшие компании, торговцы или предприятия в сфере фастфуда. И крупные, и мелкие, и средние. Все от этого страдают очень сильно. Очень сильно. То есть без стимулирования спроса, а спроса даже, может быть, не частных лиц, а именно вот компаний, небольших компаний, без создания для них нормальных условий работы, то, что у нас не происходит. То, что у нас меняется законодательство, правила игры, правила функционирования предприятий, постоянно какие-то регистрации, перерегистрации. Было не так давно, несколько лет назад, там 48-46 налоговые, там очереди из директоров, там по полгода стояли, чтобы перерегистрацию провести. Ну это же, это разве нормальная предпринимательская среда? Вот смотрите, сюда в программу Pro и Contra приходят люди разные. И в том числе приходили производители продуктов питания, которые ровно то же самое говорили, что есть проблемы, что один в один проблемы у всех одинаковые. Я все время пытаюсь задать вопрос. Хорошо, внутри кооперации не получается. То есть есть какие-то объединения, но они малоэффективны. Вот как по-вашему, насколько была бы эффективна вот такая межотраслевая кооперация? То есть понятно, что вы с одной стороны завязаны с производителями оборудования, которое вам необходимо, на котором вы свое дальнейшее производство строите. И с другой стороны вы завязаны, вы как раз такое среднее звено. И с другой стороны вы завязаны на тех, кто нуждается в вашем уже оборудовании. Ну хорошо, понятно, что там станки для себя вы там закупаете у более каких-то крупных компаний. Я так понимаю, что в основном это какие-то иностранные производства. Но вот объединиться со следующим звеном, с фермерами, с производителями продуктов питания, я не знаю, там с теми же какими-то, если речь идет о продукции компании Вадима, да, да все что угодно. С химической промышленностью, с косметической промышленностью. И каким-то образом совместно уже, так сказать, с вашими потребителями выходить на, дальше, обратно к правительству, к тому же Минпромторгу и говорить, ребят, вот смотрите, вот такие расклады, вот мы можем вот так, так и вот так. Есть в этом какая-то логика? Или это тоже бессмысленно? Вадим, как по-вашему? Не знаю, бессмысленная фантастика. Если так было, то все было хорошо, но такого никогда не будет, мне кажется. Давайте смотреть реально на вещи. Просто потому, что это сложно? Как только мы начинаем завязывать правительством, государственными органами, становится только все хуже. Это все. Мое личное, не знаю. Ну, смотрите, вот я просто нашел, что ежегодно проводится выставка, например, Агропродмаш. Вы участвуете в ней? Она помогает. Реально помогает, конечно, участвуем. На самом деле, все ходят посмотреть на импортное оборудование, приобретают. Ну, скажем так, я процентов 20 клиентов новых появляются у меня в выставке. Ну, вот в рамках этой выставки неужели нельзя там какой-то дискуссионный клуб открыть? И, не знаю, ну, то есть, нужно... Нужно это клубом или производством? Тут надо... Это уже более большие компании какие-то должны... Ну, допустим, не наши. По крайней мере, не мой уровень. Знаете, я, слава богу, еле успеваю здесь как бы работу выполнять, и у меня здесь задачи гораздо больше. Я вас понимаю. Не могу я распыляться еще. Мне рекламы приходится следить за сайтом, то есть, атаки всяческие тут отбивать. Понимаете, много задач. Вот лучше бы позволили странам ближнего зарубежья, очень бы могло, Казахстан, Узбекистан. Они тоже сейчас развиваются в каком-то смысле, закупают оборудование, и мне приходится продавать им оборудование напрямую. В Турции я ставил линию сгущенного молока, приходилось, значит, через третьи руки ее передавать. То есть, московская организация, которая занимается внешнеторговой деятельностью, вот она у нас купила и им уже продала. И им уже делали возмещение там, скажем так, там НДС. Там есть возмещение НДС, это проверка, это все, все тормозится, это все начинается. Знаете, что конкретно они занимаются, все их продавали. Также Казахстан у меня много оборудования берет, но брали бы больше, если бы могли брать напрямую, понимаете. А им приходится искать свою компанию какую-то в Москве, которая для них купит, и вот им поставят. В основном, это таможня занимается организовывать такие фирмы. Понимаете? Ну, понятно. То есть, усложнение схем. Абсолютно точно. Евгений сидит, улыбается, но как-то горестно улыбается. Есть что добавить. Ну, в нашем сферменте, в общем-то, достаточно много общественных организаций, причем не только региональных, но и вообще российских. Есть коалиция киоскеров, которая объединяет очень много регионов и занимается как раз мелкородичной торговой. Есть ассоциация предприятий быстрого питания, но она московская и областная, которая сейчас преобразуется в СРО. То есть, и был период, когда весь этот массив предпринимательский, в общем-то, серьезно организовался, попытался хотя бы, ну, до каких-то законодательных инициатив не дошло, хотя были сформированы предложения, там, допустим, в законе торговли изменений, который явно там устарел и не соответствует интересам именно мелкородичной торговли. Есть опор России, с которым мы сотрудничаем достаточно активно и участвуем в их акциях, они работают системно и с правительственными учреждениями. Только, к сожалению, опыт говорит о том, что очень слабое воздействие даже достаточно крупных общественных организаций на принятие каких-то решений, которые могут регулировать в какой-то сфере по-серьезному какие-то взаимоотношения. Видимо, там участвуют другие методы воздействия на принятие решений и получение нужных определенным лоббистам, ну, в хорошем, а может быть, в нашей стране это в не очень хорошем условии, там, компании или структуры. Пока ситуация складывается именно такая. То есть, несмотря на большой массив общественных организаций разного уровня, разного масштаба, их голос почему-то никто не слышит. Есть, что может сдвинуть ситуацию с мертвой точки, как по-вашему? Есть какая-то причина, не знаю, внешний какой-нибудь фактор, там, кризис мощный, что-то может сдвинуть ситуацию? Ну, я боюсь, что это единственный путь, то есть, скорее всего, кризис-то наступит, мы его ощущаем каждый месяц, каждые полгода ситуация как-то в этом направлении двигается. То есть, видимо, общий глобальный кризис и резкое недовольство достаточно больших слоев населения, политика, которая проводится, заставит задуматься и правительство, и Государственную Думу, и прочие органы, которые руководят сейчас нашей страной, о том, чтобы все-таки не запретительными методами, а все-таки уже пришла пара регулирующих воздействий, которые направлены на развитие, а не на уничтожение, сокращение. Вадим, вы как думаете, только кризисы, какие-то социальные революции нас спасут, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки? Ну, давайте смотреть. Реально, конечно, настолько это всегда и являлось каким-то, скажем так, шагом к изменению политического или там экономического. А вы можете кратко мне сказать, вот события пятилетней давности четырехлетние помогли вашему предприятию развиться или нет? О, знаете, тогда как раз я ушел и после этого организовал свое производство. Понятно. Ну, то есть помогло. Ну, мне помогло, но было тяжело вот этот год прожить. Ну, конечно, вытянули, но без зарплат сидели практически. То есть, тот, кто был заинтересован в опыте работы. Спасибо. Спасибо вам огромное. Это была программа Pro и Contra. Хороший день. Спасибо.